Привет, друзья! Если кто-то еще не знает, в этом 2016 году я еду в шоковый путь! Мечты сбываются и чудеса случаются. Никогда не думала, что это произойдет у меня в жизни. А сейчас я в Астрахани на втором этапе чемпионата России в морали Рыба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двадцать седьмое апреля. Второй этап. Ну, я буду его освещать полностью и я в основном буду рассказывать вам про нашего пилота Машу Апарину. Сейчас прохожу пре-пре-предварительные проверки. Метасмотр я еще не прошла. Я его буду проходить в рамках своей административной инспекции, а именно в 9.50. 120.90. Космос. Вот там на заднем плане финальная суета и бумажные процессы. Во время технической инспекции будет всего-то 10 минут. Если за это время у вас что-то не готово, вас просто не допустят гонки. Вот пришел технический инспектор и, видите, он достаточно строгий и суровый человек. Он просто сказал нам, так быстро все отошли от машинки. Я сейчас заполняю акт технической инспекции. Удается очень мало времени между получением прибора и установкой. Слушайте, тут подстаканники есть. Маша, зачем здесь подстаканники? Все размерничают, говорят. Берег много прессы. Почему все издевают? Маша, почему мы перекатываем вручную? Что-то у нас там немножко подокрутилось. Так получилось. Дима, ты здесь проверил уже? Слушай, я ничего не поняла. Так он не осмотрел нас, да? Он нас просто отогнал? Комиссию достаточно удачно. Проблем у нас нет. Есть маленькое замечание. Техкомиссары его отметили. Вот если заглянете вовнутрь, у нас есть ремни. Вот надо посмотреть с камерой. В общем, не хватает, если вы видите маленькие дырочки. Вот там вот, вон, вон там, вон, вон там. Но я покажу, может быть. Потом не хватает шплинтов, которые фиксируют ремни против закрывания. Грубо говоря, штырек, который фиксирует защелку, чтобы она во время гонки не открылась. И ремень случайно не отстегнулся. Но мы допущены, да? Да, мы допущены, это маленький штурман. Маленький недочет. К следующему гонки просто нужно устранить, и все. Техкомиссары себе пометят, и в следующий раз, когда у нас увидят, они посмотрят, чтобы заново не повторять, что все хорошо. Только эту неисправность посмотрят. То, что сейчас было, это перед каждой гонкой? Перед каждой гонкой. И неважно. То же самое. Только будет больше машин, больше будет международных наблюдателей. Вот это вот все безобразие, которое вот здесь творится, это и есть старт второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Сейчас могу лишь вам предложить насладиться видами вот этих вот суперподготовленных автомобилей, которые некоторые потихонечку здесь передвигаются, некоторые уже запарковались на свои стартовые номера. Смотрите продолжение в следующей серии. Дело в том, что это мой первый этап ралли-рейдов, на котором я вообще в принципе присутствую. Не только как пресса, но и даже как гость. То есть я никогда даже рядом не стояла. Сейчас это все выглядит как сумасшедшая какая-то мешанина. Люди в перемешку с пилотами, с прессой и так далее. Например, Маша сейчас стоит, отбивается от детей, потому что понятно, что эта машинка просто обалденная, и детки очень хотят в нее залезть. Но некоторые родители понимают, что этого делать нельзя, что эта обалденная машинка стоит миллионы, а некоторые не понимают, не понимают. И детки пытаются на память себе открутить какой-нибудь болтик. Понимаете, а эта чревата сходом с дистанцией, не аварией. Вот моя машина. Условно, конечно, моя. На ней поедет Маша. Вон Маша. Машу сейчас загородил ребенок. Маша опарина, наш пилот. Там где-то вдалеке стоит УАЗик нашей команды. В этом этапе РАЛИ мы идем на УАЗики, но в Шелковом пути мы уже пойдем на нашей собственной ниве, которую сейчас строят. Участок сегодня какой будет? Сот километров? Семь километров. Сегодня очень короткий скоростной участок. Вот это? Да. Это ЕРТФ. В нем точки прохождения, которые обязательно фиксируются. И плюс он показывает еще направление. Она умная. Я ем. Да, в аренду. А вот этот сентинель, который орет, это прибор безопасности, который здесь, либо прякал, либо сигнала. А вот это сама прякалка от этого сентинеля. Ребята, на самом деле, я, конечно же, шучу. Кое-что я уже стала понимать, меня учат, потому что Шелкового пути так или иначе меня заставят понимать это. Я просто вынуждена буду что-либо понимать, потому что мне нужно будет сюда смотреть, мне нужно будет Машу не подвести, мне нужно будет разбираться вот с такой штукой, она называется «Легенда». К июлю, в Шелковом пути, я должна быть готова уже нормально работать. Теперь я попытаюсь отсюда вылезти. Аккуратненько, да, вот чтобы за это не за амортизатор двери, лампа двери. Ты можешь на эту операцию, на запаску операцию? Вот за это можно держаться? Да-да-да, конечно. Не, не надо, не надо, вы что? Красно, ты еще прекрасный. Уреждение лисы. Все, спасибо. Мария Павлина, Сергей Левенец, город Санкт-Петербург. Что будет сейчас происходить? Будет дан старт, мы потихонечку поедем вперед, и я сяду в машину сопровождения и буду идти все время рядом с Машей ее немножко снимать. Готовимся к старту байки сейчас нашего маленького собрания. Там стоят все комиссары и проверяют, кто как одет. Носки, белье, подшлемник. Вот если у кого-то не обеты, вот у них подшлемник, они пенализацию получат. Вдалеке летит наш багги. Это самый первый этап, самый первый день. Ваня, смотри срочно туда. Наш основной герой Маша Абарина. Маша пилот. Я еду с Машей. Моя задача освещать, ну, как будет ехать Маша в этом этапе ралли-рейда, то есть во втором этапе чемпионата России золото Кагана. И дальше, что самое главное, мы из команды Супротек Рейсинг поедем в июле на Шелковый путь. Именно поэтому я здесь, поэтому я готовлюсь. Я очень готовлюсь. Я постараюсь не подкачать, потому что в какой-то момент я там пойду штурманом. Сегодня была достаточно интересная короткая трасса 6 километров. К сожалению, у меня двигатель стал в аварийный режим в какой-то момент, но сейчас мы будем решать этот вопрос. Надеюсь, завтра выйдем в Барсиару уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну погода испортилась очень сильно, на самом деле, просто полные глаза и полный рот песка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый сейчас прикол этого всего мероприятия в том, что мы стоим на реальной рабочей трассе ралли. И здесь все очень нервничает, потому что в любой момент, если появится КАМАЗ, он идет вот ровно здесь. Отходи, отходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отходи скорей! Прям моменты у меня есть на телефоне, как парни переедут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, я не понимаю, как так может быть организован? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что сейчас, по крайней мере, это будет приостановлен. Вы понимаете, почему. Что сейчас будет, я не знаю. Я очень надеюсь, что прилетит вертолет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они все на нас поперли одновременно. И у нас нет места, и у них нет места. Они не знают, где проходят. Они как-то проходят трассу, все по-разному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все по-разному. А мы стоим, понимаешь, у нас нет стойла вообще. Мы вот так перемещаемся, вот такой кучей. И в какой-то момент они втроем, с трех сторон начинают приходить. Два вообще одновременно. У меня просто истерика началась. Я отбежала за машину организатором, потом села, как села телефон, села, тряслась и просто орала. И снято, как Антон, прям из-под машины свою жену. Дед бежит, падает. Вот так проходит машина. Какой-то, я не знаю кто, корреспондент. То есть журналист прям, да? Бежит, падает, вот так проходит машина. И фотокорреспондент падает, катится вниз и по нему проезжает машина. Слушай, на другой стороне там песок, там, может, его приняло. Ну, ты слышишь, у него в горном шланг крови очень сильная. То есть, я не думаю, что у меня там пойдет. Давай. Невозможно предсказать, мы не медики, да, мы не будем. Не, 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 я просто... Не, я говорю, потому что более-менее хорошо, что песок может быть еще, а не твердый. Хорошо, что если бы был твердый, то все сразу. Он бы сразу там... Все сразу. Но что на самом деле будет сейчас? Все же прекрасно. Вертолет прилетел минут через 15-20, сел достаточно далеко, его положили на носилки и полосили. Ну, как ты сегодня? Сегодня был достаточно такой тяжелый день. Машина нас испытывала на прочность. Сначала у нас были небольшие поломки в районе часа, наверное, с топливным насосом. Потом у нас, по причине наших манипуляций с топливным насосом, чуть позже машина закипела. В общем, мы нагоняли, нагоняли, все пытались нагнать, но вот уже на... в песчаных песках под названием Африка нам сказали, что гонка закрыта и что нам нужно возвращаться на дорожную секту. Собственно говоря, мы приехали. Понятно. Было очень мокро, было достаточно... Во в дождь попали? Мы попали в ужаснейший дождь, кололо лицом. Мне в какой-то момент показалось, что шел даже град. Поэтому как-то так, вот немножечко такое упадническое состояние, потому что вот не знаю, что будет дальше, что решат. В общем, второй день у нас тяжелый, трагичный и... Пока непонятно, да. Будем надеяться, что все будет хорошо, но... Самый сильный. Кто наши злейшие конкуренты? Ну вообще конкуренты здесь все, но вот чемпионы России, они очень сильные ребята. Это чемпионы России просто прошло в году. Ага. Ну и еще... Да вообще все здесь сильные. А вот там была машина, у которой логотип очень на мой похож. Они меня знают прекрасно. Я подошла, они такие... Лиса рулит? Здравствуйте. Я смотрю, да ладно, у них написано Фокс и такой же логотип, как у меня, хвост лисы. А Фокс это кто у нас? Это багги. Вот на моей машинке. А, вот. Я им говорю, что о, вы же наши конкуренты. Вы нам не конкуренты, сказали, они сказали, Посмотрим. Посмотрим. Так, ребята, сейчас настанет тот момент, о котором я вам рассказываю практически на протяжении всего видео. Я проеду в багги на месте штурмана. Для начала мне нужно в багги попасть. Аккуратно, аккуратно. Маш, я то делаю или не то? Да, чуть-чуть ниже ногу. Давай, ниже, ниже, ниже. Я немного более рослая, нежели наш миниатюрный штурман. Мы не снимали ничего о том, что чувствует человек, который едет здесь в качестве кого-нибудь. Лена, привстань чуть-чуть. Эц, я трогаю тебя за попу, бракзининский. Маша трогает меня за попу. С другой стороны, стой. Я плотно села, но здесь, честно говоря, грязно, плохо пахнет, холодно, и на меня капает. Да, стартуем. Значит, это что ты сейчас делала? Да, включила повышенную передачу. А почему повышенную? Здесь две передачи. Повышенная и пониженная. А, поняла. Вариатор, да? Да, здесь вариатор для передвижения по каким-то быстрым покрытием, а пониженное для более сложного. Я думаю, ты слышишь и твои подписчики слышат, какой здесь шум. Да, очень шумно. А когда действительно едет быстро, шум просто адский. то я могу вот дать вот... Ой, ты мать моя, слушай, это ужас. То есть ты выходишь после нескольких часов в этом ты выходишь просто с квадратной головой, да? Да, потому что, например, ты видела, я сегодня вышла и мне хочется там, например, минут 15... Постоять в тишине, просто не разговаривать, ничего не делать. даже ничего не хочешь, хочется вот успокоиться, потому что постоянный гон, ты находишься в весьма жестком шлеме, который постоянно сковывает тебя. Ага. И как-то хочется, да, вот реально просто, чтобы никто не трогал. Да, просто, чтобы отстали от тебя, да. Скажи, а во время шелкового пути получается ты за рулем на протяжении там 7-8 часов, да? Да. Так оно и есть, действительно, это очень тяжело. А как ты ешь, пьешь и ходишь в туалет? Только честно. В туалет я не хожу там. Памперс? Нет, потому просто, видимо, не хочется. А если возникает такой отрезок, то есть я терплю. Из-за воды я употребляю, у меня стоит специальная фаилка, которая у меня штурмана. Я предпочитаю туда заливать специальные изотоники, которые пополняют всеми специальными минералами, не просто воду. и это помогает мне быть в тонусе и, в общем, адекватно оценивать реальность. Понятно. Я думаю, ты сейчас заметила, мы едем, мы с тобой без очков специальных, и вот все, что на дороге, оно летит в глаза, в рот, и когда ты едешь на пустыне, песок летит в тебя, в тебя летят какие-то камни, камни. В общем, это такое достаточно экстремальное. И когда я говорила про пилинг, я думаю, ты теперь понимаешь, что я имела в виду. Слушай, Маш, самый простой вопрос, почему стекла-то нету? Это же, наверное, сильно решало бы проблему с мухами. Чтобы установить стекло, нужно будет устанавливать дворники, поскольку здесь достаточно маленькое пространство, устанавливать стекло не очень удобно и комфортно. Да. А потом, я на самом деле люблю такое ощущение, как, как сказать, ветровхариум. Именно. Вот когда ты едешь на большой скорости, это ощущение свободы. Понятно. Ты не можешь ей надышаться. Сейчас 10 часов вот в этом ощущении свободы, словно ему ротом в пол. Она вообще как? Не надоедает тебе так после второго часа? Наверное, наоборот. После второго часа у меня открывается второе дыхание. Да-да-да. И я, в общем, начинаю кушать весь тот кайф, потому что там первый и второй час я просто борюсь с собой и думаю, зачем я это сделала? Сидела бы дома. Меня посещают идиотские мысли. А куда я положила свой блеск для губ? Да. И еще какую-то ересь. Я думаю, нет, я же в гонке, надо ехать. Офигеть. Просто скажи одним словом. Зачем ты это делаешь? Одной фразой. Я хочу вот чувствовать вот этого ощущения ветра, которым невозможно надышаться в обычной жизни. Ты предоставлен сам себе. То есть мне это настолько нравится, и я вот, наверное, уже подсела на это. Поэтому я возвращаюсь вновь и вновь. И вновь и вновь хочу проехаться и вкусить вот эту вот радость. Наверное, вот. И все это неужели искупают все те физические, физиологические сложности, которые ты испытываешь? Безусловно, когда ты выходишь из машинки после гонки, я не знаю, ты испытываешь такое вот мега удовольствие от того, что ты проделал свою работу хорошо, от того, что ты проехал суперически. Внутренняя гордость. Ты сделала очень крутое дело. Да, что я смогла. И что команда, которая рядом со мной, может мной гордиться. И, надеюсь, в общем, будем побеждать вновь и вновь. Маш, это ты грандиозная женщина. Просто грандиозная. Мы желаем тебе просто великой удачи и победы на основном этапе, когда будет шелковый путь. Спасибо большое. Я не знаю, насколько он основной или не основной, но я искренне желаю тебе победы. Я думаю, как и все люди, которые в данный момент смотрят это видео. Спасибо большое, Лена. Приезжай к нам в гости, прокатимся, так сказать, в более тестовом режиме, а не вокруг по улице. Может, лучше вы к нам? Да, потом нет, и только с вами. Договорились? Пока, друзья мои. Сегодня вы увидели многое. И еще увидите гораздо больше, когда мы будем снимать шелковый путь. Субтитры создавал DimaTorzok